МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Что-нибудь дополните? Я дополню только... Это не был промежуток линии, который я даже встала в заводе, это был золотой век завода, можно сказать, в 1967-1971 год. Я работала герой статистик, и занималась несколько человек, 4-5. Дизайнер остальные, и все... И вот в это время мы занимались, в принципе, благоустройством этого конецкого радио. Мы как дизайнер участвуем в этом благоустройстве. Ну, что я хочу сказать, не буду распространяться, скажу самое главное, что это был золотой век завода, когда строился проспект Победы, когда строился... в это время же строился этот самый лагерь, строился спортивный комплекс и футбольный комплекс на Корабельном. Это было... Ну, завод тогда выпускал первые... Я помню винограду... Первый плавкраны, который, в общем-то, закупала Франция в заводе. Это был золотой век, еще раз повторяю. Это наша история, история нашего города. Золотая история, золотые страницы нашего города. И лагерь — это... Ну, как бы образующие эту историю. И, естественно, я поддерживаю предыдущего оратора, что надо действительно через интернет... У меня племянник отдыхал в этом городе. Приезжал ко мне и отдыхал в этом лагере. Так он сейчас пенсионер, извините. И он мне пишет, говорит, это были самые лучшие годы моего детства. А он, извините, он в Средней Азии. 15 лет прожил в Каолумпур. Но там такого нет. Это только на берегу Черного моря. Вот эта вот прелесть и прекрасность, то, что дарила ему природа, он у него в памяти до сих пор. Я поддерживаю предложение выступить в интернете, собрать всех отдыхающих ребят, которые были когда-то и отдыхали в этом лагере, которые бы защитили его для нашего будущего поколения. А у меня есть кому отдыхать. Это зрачане, которые строили, которые участвовали. Да, совершенно верно. Кстати, в эти годы, это лучшее время было. В эти годы я работала в бюро эстетики, и мы вместе с мужем подарили городу Герборг. Это все одно время. Это была эпоха возрождения, можем так сказать. Я две минуты, можно? Минутку. Даже минутку. Ну, если вот как раз ваше время дополнение. Я хочу сказать, что я работала в этом пионерлагере, мои дети работали в этом пионерлагере, внуке уже не досталось им уже работать. Но я хотела сказать об этом. Вот сейчас не буду говорить, маленький, зарисовый, все эти слова. Я хочу сказать, что я лично знаю от своего деда и от своего отца, мой дед был начальником 8-го цеха СМР-завода, что еще они в 33-м, не они, а вот мой папа отдыхал в 33-м году, и что якобы этот кусочек лакомый был подарен заводу за восстановление крейсера «Меркурий», который назывался Коминтерн, первый крейсер Советского Союза. Ну, и была дарственная. И когда я уже на заводе уже сама работала, я тоже поднимала этот вопрос, смотрела, спрашивала. Некоторые слышали, некоторые не слышали. Но дарственная была, дарственная. Следовательно, это был подарок Сталину нашему заводу, который много вел. Но спрашивала и у Кривова, и у Кулагниных, и у Ковев, только я разговаривала со всеми, все говорили, ничего, ваши дети там, найдем, где отдыхать, ваши детям. А у меня такой тогда вопрос, кто, когда, зачем, почему там, во-первых, находится. Когда я с Кривым разговаривала, он показал вот так вот на военных офицеров, только не военных, а милицейских. Вот они, они дверь взяли. Поэтому я хотела, кто там находится и на каком основании до сих пор. И это именно собственность завода. А раз она собственность завода, значит, это просто у нас украли. Все, спасибо.